Около 70% населения Молдовы пьют воду из Днестра, и это факт. Поэтому Галина Процит подвергла жёсткой критике все попытки некоторых политиков и так называемых экспертов обвинить экологов в том, что на теме строительства украинских газ в бассейне Днестра они делают шум из ничего. Главный вопрос, по её мнению, а что будет дальше, если мы заберём этот ресурс у людей, которые пьют воду из Днестра? Но почему-то именно этот вопрос поднимается реже других. В этом вопросе некоторые эксперты экологи очень осторожны. Они не хотят вмешиваться в политику. Но в данном случае здесь очень много политики, и о ней надо говорить. Все планы в бассейне трансграничной реки должны быть показаны нашим партнёрам по Днестру. В этом разумении в том числе и Молдове, и Польше, показать на этапе проекта. То есть мы ещё ничего не делаем, но у нас есть такие планы. Это Украина не сделала. Эксперт подчеркнула, что Украина сегодня, расширяя свой энергетический сектор за счёт строительства гидроэнергетических узлов в бассейне Днестра, нарушила целый ряд международных договорённостей. Во-первых, это наш договор, который есть между Молдовой и Украиной, по Днестру. Это международный договор. Дальше особенно обращаю внимание на конвенцию рамсарскую. Это охрана водно-болотных угодий. Дальше это водная директива ЕС. Мы уже подписанты ассоциации с Евросоюзом. Грузия, Молдова и Украина. А Молдова, в свою очередь, должна была поставить нас в позу зю. То есть рассказать, вы же нарушили международные договорённости по Днестру. Давайте нам вот эти документы, мы их почитаем, изучим, расскажем, в том числе и экологам Молдовы, и населению, чтобы они знали, что они поплывут куда-то в Чёрное море когда-то. Если дамба рушится, если будут какие-то там аварийные сбросы, то они будут отдыхать все в одном море. Проблемы экологической катастрофы на Днестре, считает Галина Процив, нужно решать на глобальном уровне. А именно посадить за один стол переговоров и экспертов, и политиков, которые сейчас по разные стороны баррикад. И что важнее, получить ещё там 10 пунктов электричества, да, или убить какую-то там часть населения мирным путём. Этот вопрос, эта политика, которая уже зашла очень далеко в глубь экологии и экономики. Одной и другой стороны. Это умалчивание, оно не на пользу людей, которые могут постраждать. Эксперт уверена, именно из-за политического лоббирования энергетических проектов на Украине проблема Днестра всерьёз не решается. Даже Днестровская комиссия, членом которой является Галина Процив, по её словам, не собиралась 2019 года. Мы можем выступить с заявлением в комитет соблюдения конвенций от общественных организаций. Но почему, теперь вопрос, а почему это не делает государство, а у них больше ресурсов? Это их обязанности защищать своё. Если вопрос, сколько это население может пострадать, то жителями бассейна является 7 миллионов человек, а тех людей, которые пьют воду Днестровскую, это 10 миллионов человек. Напомним, недавно Украина запустила в эксплуатацию четвёртый гидроэнергетический узел на Днестре. В планах Киева строительство ещё семи ГЭС, кроме уже действующих двух. Это значит, что Днестр будет фрагментирован ещё на семь отдельных частей, что приведёт к утрате водного ресурса. За комментариями обратились в пресс-службу правительства и президента Молдовы. Но на наши звонки там никто не ответил.